Всем привет! Продолжаем наши видео обзоры сортов согласно их сроку созревания. В данном видео хотим вас познакомить с сортом колоновидной яблони российской селекции червонец осеннего срока созревания. По нашему мнению один из лучших сортов колоновидных, который на сегодняшний день можно приобрести и посадить для приусадебного выращивания. Сорт отличный, беспроблемный, ежегодно плодоносящий, крупные яблоки, насыщенно красно-фиолетового цвета, хорошо возревают, имеют хороший вкус, сок, нам очень нравится, поэтому хорошо его размножаем, много продаем и советуем вам приобрести. В данном случае вот это дерево, ему 8 лет. Это, как говорится, саженцы первого поколения, когда еще не знали, что такое колонна, как ее выращивать, на каких подвоях. И данный саженец, данное дерево на семенном подвое привит. Ну, таким он пришел к нам в питомник и таким был выращен. Мы пока еще его не обрезали, не формировали из него строгую колонну, хотя вырезать ее можно и сделать ровненько строгой колонной. Эта форма кроны называется у садоводов канделябр, так называемый. То есть мы видим, что вот ствол основной, который мог бы быть колонной, от него каждый год отходят ветки. И каждый раз они убегают все дальше и дальше. И форма похожа на канделябр, расходящийся в стороны. Почему данная форма, в принципе, интересна, не совсем подходит для стандартных колонн, конечно, Но чем она интересна? Она повышает урожайность данного дерева. И если у вас не стоит строго место, ограниченное для посадки, в этом его преимущество, что можно вырастить больше стволов, а, соответственно, больше плодов на них. Если, конечно, для вас принципиально именно ограниченное место, то есть шаг посадки колонок минимально 50-60 сантиметров, оптимально мы рекомендуем для прохода метр, чтобы можно было подходить к нему и обслуживать его. Поэтому можно использовать на клоновых подвоях, если для вас это принципиально. Ну, здесь место нам позволяет его вырастить канделябром. Ну и опять же показать форму кроны данную вам. Значит, давайте ближе к червонцу. Вот такие плоды на сегодняшний день, 10 августа. Уже хорошо окрашены, блестит яблоко отлично. Хорошо идет на базар, на рынок. Отлично реализуется за счет окраски. Не так много насыщенно окрашенных сортов колоновидных. Ну, сейчас появилось, очень пользуется спросом, московское ожерелье. Пока еще его смотрим. Оно у нас есть в питомнике, обязательно покажем вам. Оно более позднее. Это все-таки сорт осенний. Вот так красиво, нарядно выглядит. На дереве где-то может быть зеленцой немного, где-то более красное. Яблоки крупные. Ветки облеплены, как кукурузные початки. Вот, давайте посмотрим данную веточку. Видим, яблоко крупное, красивое, с загаром. Ну, давайте попробуем, может быть, чуть рано для него, но я думаю, что уже вкус оно вполне набрало. Уже даже немножко перезревает. Мякоть желто-белая. Сочная. Но мякоть, вот в данном яблоке, уже чуть ватная. С розовинкой. Розовые прожилочки есть в мякоти. Но вкус ближе к сладкому. Кислоты практически нет. Даже немножко ощущается горчиночка. Да. Возможно, из-за того, что мякоть ватная. Достойный вкус. Повторюсь еще раз, нам очень нравится данный сорт. Немножко бывает на нем проскакивает парша, но с этим можно бороться. И данный недостаток можно потерпеть за счет больших, красивых, вкусных яблок. Повышать количество обработок для него мы не видим смысла. Так как 2-3 точки парши сильно не испортят вот такое яблоко. Ну, для кого это принципиально, можно поменять схему обработки. Поэтому, пожалуйста, присмотритесь к этому сорту. Приобретайте данный сорт. И я думаю, что он порадует вас на вашем участке уже. Всем хорошего дня. С вами Садовый канал Сад.Био.